Здравия всем! Вы на канале Марка и Елена Диригетти. Приходили проведывать маму в доме престарелых. Прошли с ней прогулялись. Марка пошёл немножко ещё прогуляться для того, чтобы быть в форме. Сейчас мама пошла отдохнуть немножко, и у них сегодня концерт. Вот. Встретили нашу бывшую хозяйку нашего дома, которая пришла тоже проведывать своего брата. Ей, как нашей маме, 86 лет. Вот. Люди приезжают пораньше, вот на полчаса, потому что через полчаса сейчас мама отдохнёт немножко, и потом её спустят на вот этот вот этаж первый. где у них бар. А так у мамы вот здесь вот комната. Она одна в комнате, как в гостинице. Вот. Концерт у них бывает раз в неделю. Какие-то вот такие мероприятия привозные, да. Приезжают артисты местного разлива. Потом у них проходят лекции. Рассказывают про книги, которые пишут. Про историю. Историю какого-то, может быть, места. В общем, у них проходит интересно. Также они что-то делают руками, вяжут, рисуют, вырезают, лепят. Люди занятые. Пришли, прогулялись. Пока дождя нету. Вот видите, какая тучка. А Марка пошёл. Говорит, я тогда ещё немножко пройдусь. А я пошла домой потихонечку. И думаю, сейчас я вам засниму. По поводу того, что у нас происходит. А у нас, в общем-то, ничего особенного не происходит. Мы дома. Марка на больничном. Последнюю неделю догуливает. И, в общем-то, поэтому, наверное, вот залежался. Залежался. Но он это всё понимает. Наконец-то, да, когда ему три раза кто-то сказал. Поэтому вот и понял. А так-то в одежду ещё пока влазит. Поэтому сильно не беспокоится. Как только начинает у него одежда быть тугой, прям вот чувствует он её. Тогда он, конечно, вспоминает. Так, и по поводу семейных отношений. Да, друзья, нужно быть, конечно, очень внимательным к своим партнёрам. И аккуратно всё доносить, без нервов. Потому что всё-таки люди взрослые. И ещё какой вы эмоциональный костюмчик на себя оденете. И если вы будете со своим мужем разговаривать не как жена, как друг, как любовница, а как мамочка, то, естественно, у вас будет дома разлад. Ляжет на диван и будет ничего не делать. Да? Слава Богу, у нас этого нет. Потому что я понимаю, что я всё-таки ему не мама. Я ему аккуратно намекаю, с любовью об этом говорю, что меня это не беспокоит. Единственное то, что меня беспокоит, его здоровье. Так же, как и он мне об этом говорит. А если что, то у меня где-то какие-то есть провалы. И он мне это аккуратно намекает. Но не как папочка. Да? А именно как друг. И вот я знаю такие случаи, когда кто-то комментирует, да? Например, чьи-то отношения. Ну, возьмём мои. Какой ещё пример я могу вам привести? Людей, которых вы не знаете, вы их не знаете. А вы нас уже более-менее знаете. Да? Вот кто нас знает. Поэтому, когда мне кто-то советует, рекомендует, как бы надо, я всегда говорю, что я сама знаю, как надо. Не потому, что ваши советы мне не нужны, да? А потому, что я тоже взрослый человек. И меня не надо ставить не то, что там ниже на ступеньку или там выше на ступеньку. Никто... Они даже не об этом. Как друг, да. Ну, я прислушиваюсь. И, естественно, делаю выводы. И выводы эти, ну, как бы не очень, будем так говорить, не в их пользу. Потому что всё-таки, когда вы на нас смотрите и вы нас знаете, не то, чтобы я там что-то скрывала. У нас скрывать-то особо нечего. Ну, бывают провалы. Бывают провалы. Редко. Кратковременные. Вот, вы знаете, потому что люди-то взрослые. Не то, что обиделась и сижу, как мышь. Ну, грубо, обиделась и не разговариваю. У меня вообще такого нету. Было один раз у Марка такое, что он со мной не разговаривал. Ну, так у меня была такая разрядка, такой стресс, что меня игнорируют. Это очень серьёзное, серьёзное наказание для человека. А вот, когда с маленьким ребёнком не разговаривают, да, смотрят мимо него и не считают нужным. Ну, это наказание. Это наказание, друзья. Не-не-не. Только я такие методы вообще не... У меня в семье не было такого. Никто у нас так не наказывал. И вот один раз Марка попробовал на мне. Это, наверное, было лет пять назад. И я ему сказала, это будет развод сразу. Это будет развод. Конечно, я не так вот спокойно ему сказала. Я говорю, попробуй ещё раз проэкспериментировать на мне такие методы построения семьи. И семьи не будет. А вот с тех пор у нас всё мирно. Но где-то, если лет пять назад, это у нас мы уже вместе. 15 лет женаты. Это 10 лет был у нас семейных отношений. Именно в браке. И вот такое у нас было. Потому что я в себе держать это ничего не могу. Это и не надо держать. Оно изнутри всё разрушится. Это очень такая энергия негатива, которая может привести к любой серьёзным заболеваниям. Сахарная диабет, рак. Либо каких-то органов затронет серьёзно. Поэтому ну вот как-то так. Друзья, вот такое коротенькое видео про то, что у нас происходит, про семью, чтобы уже избавь вас когда-нибудь пробовать такой метод игнорирования. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Давайте я вот так поехали! Пока! 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 Поехали! Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok